Газобетон Ну, а я продолжаю обрабатывать газобетон вот этой вот самой жидкостью, которая не дает проникнуть дождю, воде в газобетон. Он не наполняется водой, не отсыревает. Так что эта обработка мне первых четырех рядов понравилась. Когда прошел дождь, было заметно, что газобетон оставался сухим. Но в то же время он остается дышащим материалом, и влага в нем не собирается, не конденсируется, и в то же время не впитывается, что очень удобно. Жидкость полностью закончилась. И я думаю, что следующая обработка, возможно, будет минимум через год. Максимум через два-три года. Хочу также заметить, друзья мои, что обрабатывать подобным раствором газобетон нужно в полной защите, чтобы были фильтра, маска, ну и желательно костюм. Почему? Жидкость обладает таким залипающим свойством, и она настолько мелкодисперсионная, когда ее разбрызгиваю этот пистолет, что вы можете ненароком ее вдохнуть. А при вдохе, соответственно, попадет в легкие. И легкие могут просто как бы залипать, ну так скажем, эффект получится ковида. То есть легкие могут просто не делиться кислородом между своими клетками. То есть не всасывать кислород, как говорится. Ну, как по-другому объяснить. То есть очень опасно работать без маски. Никогда не работайте с такой жидкостью без маски. Изнутри обрабатывать газобетон, в принципе, можно было бы этого и не делать. Но я сделал это на всякий случай. Вдруг там будет какая-то влажность. Ну, не знаю, от скважины там, или от земли, еще каких-то причин. Поэтому на всякий случай я обработал, чтобы там не отсыревались стены. И газобетон не впитывал изнутри воду. Ну, мало ли, может быть, какая-то прочистка скважины, или порвалась труба, там залило все, чтобы этот газобетон не впитал в себя жидкость. Это делается именно для этого. Поэтому я изнутри тоже все обработал. Друзья, спасибо за лекарственные снадобья, которые вы говорите, надо принимать. Ну, надо сказать, что мавалец пошел в дело. Да, вот один укол, и рука стала прямо жевать на глазах. И сегодня будет второй укол. Надо три укола поставить. Я тут знамя модернизировал. Вы знаете, сейчас оно так хорошо прикреплено, что можно потом поменять полотнище. И у меня есть еще запасное полотнище. Мне его подарила Светлана Коровина. Я пока не буду его одевать. Пусть старое износится знамя. Там несколько другой веселый Роджер. Более такой, как бы, детский. Но сейчас здесь сделано хорошо. Здесь сделано, знаете, как там, карабин, крючок. А здесь карабин ползающий. То есть, когда сильный ветер, знамя становится, как труба. И от этого оно не изнашивается. То есть, сильный ветер, оно не будет сопротивляться ветру, а просто будет подниматься нижний карабин, и знамя превращается в такую, как бы, трубку тканевую. Этим самым оберегая себя от различных порывов. Так, ну, пиратский вымпел. Теперь может крутиться в разные стороны. Он не запутается. И очень легко снимается. И снова одевается другое. Все, модернизировал я. Потом, что я еще сделал? Ну, вы уже видели. Да, это вот газоблоки покрыл до конца. С этим все понятно. И, кстати, результат был очень заметен. Тогда, когда дождь прошел, ливень, было очень хорошо заметно, как часть газоблоков обработанных была белой, а та мокрая была. И прям газоблоки были мокрые. Ну, вот такая штука. Все готовы к зиме. Ну, остается очередь за дверью, друзья. Но, я считаю так. Дверь, конечно, нужна, но не сейчас. Когда наступит холода, если что, я запеню этот вход листами. Потому что есть более насущные проблемы. Вот, допустим, вы знаете, что я как-то сам для того, не зная, заметил, что мне нравится делать вот колбасные изделия. То есть, ну, заниматься колбаской. Там вот у нас шприц есть профессиональный. Тот шприц, кстати, который у нас был до этого продан, его купили тут же, через Завито. Вот. И есть... Нам нужен был кутер. Кутер, который разбивает мясо в пену такую, понимаете. Блендеры, все вот эти блендеры хваленые, они не могут это сделать. Они перегреваются, горят, сгорают. Поэтому это проблема номер один. И эту проблему надо решить. Потому что я очень-очень хочу попробовать выпустить домашние сосиски. Там говяжьи, свины, и чтобы прям были настоящие сосиски. И я думаю, что у меня скоро это получится, друзья. Что касается винограда. Он стал, как заметил Владимир Быков, мой друг, крупнее намного. Тут появились другие уже гроздья, которые имеют свой характерный такой цвет. Вот они стали наливаться цветом. Но это не значит, что они готовы. То есть у нас среднеспелый и поздний виноград сортов. Поэтому пока мы виноградом не избалованы. У нас пока его нет. Как только какой-то сорт поспеет, Леночка тут же скажет об этом. Вот там висят черные виноградины, кажется, что спелые. Нет, они еще не набрали своего сока, сахара. И не готовы еще для того, чтобы их вкусить. Лена проливает сейчас водой его. Потому что засушливый такой ветер шел. Все буквально высушивал. И виноград на той стороне, кстати, тоже там вот у нас есть. Он тоже высушивал. Поэтому туда воды немерено ушло. Хорошо, скважина есть. Ну, а дверь? Что дверь? Дверь у нас получается 87 на 196. Это ее должны быть размеры. Именно 87 на 196. Вот такие пироги. Что-нибудь придумаем. Сижу на скамейке. Лена тоже тут рядом. Абсолютно обездвиженный воздух. И хотя температура где-то в пределах около 30, то, соответственно, очень жарко. Вы знаете, еще, кстати, одно наблюдение. На Кубани в этом году очень много вечером комаров. Ну, конечно, я еще раз повторюсь, что это не те комары, которые на Дальнем Востоке, когда там вот в такую же вечернюю пору из дома вышел, там, допустим, на полянку огородную зашел, где картошка, вот у нас росла картофель, и там, не дай бог, там коснешься листа, да и вообще по траве пройдешь. Ох, там со звоном вылетит куча таких хищников. То здесь они, конечно, докучают, кусают, спору нет. Но неприятно то, что в этом году их достаточно вечером много. Вот, когда идешь, они прям летают, кусают, все как полагается. Даже сейчас вот вечером зайдешь в день траву и начинаются укусы. Вот. На море бы сегодня бы съездить, но, видите, я день отдал для того, чтобы поехать в Ейск. Кое-что прикупить в магазине, чего в Ейсенке нету. Ну, отвезти яйцо попутно. и сделал там работку по газобетону. Ну, по мелочи так, в общем. Завтра, соответственно, и покос в том числе должен быть. Вот смотри-ка, вот я сижу, сейчас комар укусил. Покос. Травы надо сделать, в конце концов. И, как вы пишете, друзья, то, что жара еще продержится. Ну, действительно было жарко. Вот еле-еле сейчас бриз такой, подернул орех. Его ветки чуть-чуть так что-то колыхнулись и затихли. Ну, а мы поливаем виноград. И вот Чичи очень нравится сидеть там, где журчит вода, как у фонтана, Таянного фонтана. Поливаем виноград водой. Здесь прям кротовьи норы были. Вода уходит, как куда-то в подземелье. Ну, что ж, нам воды не жалко для такого винограда. Как-то вот вы называете сорта, друзья мои. Ну, если вот кто-то по листьям, вот по этим разберет, что это за сорт, буду благодарен. Еще раз напомните мне, вот именно этот. Ну, ягоды, хоть они большие уже, да? Ну, скажем, вот эту ягодку я возьму сейчас. Я знаю, что, типа, нельзя срывать от грозди. Вкус, знаете, такой знакомый вкус. Он такой кремовый. Какой-то, знаете, даже в какой-то мере, ну, так на языке вертится, как бы, кремовый. Вот, когда конфеты бывают импортные, с синтетическим, таким приятным вкусом. Ну, это, конечно, не синтетика, просто вот такой кремовый привкус. Странный виноград, конечно. Ну, ничего. Ну, она, эта ягодка, ее, как бы, скушать можно, но чувствуется жесткость самих ягод, что он еще не до конца созрел. Еще немного, еще недельку ему. И он будет уже годен для употребления. Пускай водичка наполняется к его корням. Вчера в конце ролика поставил вот эту розу в кадр и почему-то куда-то этот видеоролик делся. Было жалко. Я так для вас старался, чтобы она в кадр разошла. Ну, макар, съемка нам не нужна, нам нужна вот именно такая. А макросъемка это вот уже вот так. Сейчас Лена открывает еще одни сетки. Будем ставить еще на виноград сетка для защиты от птиц. Ежик сегодня там запутался, Лена говорит. Еле распутала маленького ежика. Он туда где-то барахтался, в общем. Как он там напутался, не знаю. Но надо защищать, потому что птицы не ровен час, как в прошлом году, начали все съедать. А они, понимаете, в чем дело? Они начинают разбивать виноград клювами, а осы, учуяв этот сладкий сок, начинают слетаться и доедать его. Вот что происходит. Если птицы не расклюют, то и осы не будут его есть, когда он целый. Но сейчас виноград будем на первый ряд. Лена будет расплетать. Малина так разрослась капитально. Вот он, первый ряд, он начал уже зреть. И его надо защитить. Виноград. Сейчас курам везде воды нальем свежей. Даже Молдова уже начала приобретать цвет. Но она долгий виноград, он еще не скоро созреет. И до недо . Субтитры создавал DimaTorzok